Буквально два слова обо мне для тех, с кем я не знакома еще виртуально. Меня зовут Юлия Крушанова, я биофизик по своему первому образованию. Аспирантура была на кафедре патофизиологии ММА имени Сеченова. С того времени я закончила университет в 2000-м, в начале 2001-го года. И, соответственно, более 20 лет уже я занимаюсь аюрведой и интегративной медициной, но на базе биохимии, биофизики, физиологии и патофизиологии. Так случилось, что у меня переплелись, смешалась связь времен, как в одном хорошем фильме говорится. Переплелись знания современные и легли они в концепцию базовых, как я считаю, знаний холистических, которые подает для нас аюрведа просто вот на блюдечке. Главное включать логику и вникать в это, потому что наиболее комплексного подхода с глубокой проработкой различных отклонений, дисфункций на сегодняшний день я не увидела. Да, есть много исследований, да, есть очень интересные сегодня методы, которыми мы можем заглянуть и на уровень биохимии, и на уровень работы с точки зрения физиологии органов и систем. Однако это в большинстве случаев остается разрозненными знаниями. Все-таки концептуальный подход в аюрведе, где объединяется и психоэмоциональный фон, то есть по сути это баланс нейромедиаторов и гормональный фон, и биохимическая работа, куда она всходит, в том числе метахондриальная дисфункция, и работа тела, как, скажем так, машины, системы, системы органов. То есть все это в одной связке. Водитель не разрывен с машиной, но в то же время есть водитель и есть машина. Также и здесь рассматривается образ мыслей, эмоциональный фон, гормональный фон, работа тела, работа на клеточном уровне, и все это в одной связке. Для меня это, как для человека с аналитическим мышлением, оказалось просто пределом мечтаний, фантастикой. И так я осталась больше 20 лет верна вот этому симбиозу и продолжаю в нем развиваться. При этом все современные методы интересные, начиная от тех же анализов по аминокислотам в моче, орбокислотам в моче, анализы естественной биохимии о крови, простейший, казалось бы, и дешевый анализ, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Они дают достаточно большую информацию, которая при правильной интерпретации и широком взгляде прекрасно ложится в концепцию аюрведы. Сюда же прекрасно вписывается у нас и анализ как раз на воспалительные маркеры, о которых мы сегодня поговорим, прекрасный анализ на жирные кислоты короткоцепочечные в крови и в калии мы можем смотреть. То есть здесь все современные методы не идут в разрез, а наоборот являются инструментами, с помощью которых мы можем работать вот в этом концептуальном подходе аюрведы. Ну вот это буквально я так небольшое введение сделала. Еще раз здороваюсь со всеми, кто только что присоединился. Рада видеть здесь многих через, виртуально через ваши имена знакомые. И сегодня мы сосредоточимся на поражении сосудов, эндотелесосудов. Так как мы сфокусированы с вами на постковидных симптомах и повреждениях, и конкретно моя тема, которую мне захотелось осветить в этом марафоне, это именно сосудистые, различные сосудистые повреждения, как можно компенсировать, как можно профилактировать, не допустить, даже уже находясь в стадии уже такой активной болезни этим вирусом. И прежде чем вот уходить сейчас в детали, в конкретику, я в принципе хочу сказать об эндотелиальной дисфункции. Дело в том, что, ну вот буквально недавно была у нас такая закрытая конференция, где я делала доклад врачам, и мы как раз обсуждали с ними постковидные различные нарушения. И эндотелиальная дисфункция, она со временем становится, можно сказать, даже во главу угла. По той причине, что в начале, когда острая фаза, все сконцентрированы на температуре, на воспалении, на том, чтобы не допустить цитокиновый шторм, присоединение бактериальной инфекции, воспалительные процессы в легких, потом переживают насчет фиброза, и нервную систему подхватывают, занимаются ей. Почему? Потому что человек просто не может спокойно реагировать, как раньше, на многие события, появляется бессонница. То есть это то, что невозможно пропустить реакции со стороны нервной системы. Пропадает обоняние, это тоже показатель повреждения мелиновых оболочек, нервных окончаний. Это просто один из, скажем так, маркеров того, что нервная система не устояла и была повреждена метаболитами вируса, которые являются для нас токсичными. Но также дефицит, конечно, в острые дефициты организм уходит во время борьбы. Но реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, а именно даже больше сосудистой системы, они проявляются для многих неявно, потому что не все люди вообще знают, что такое симптомы со стороны повреждения сосудов. Они их могут испытывать, но списывать на стеническое состояние, на бегетососудистую дистонию, опять-таки на сбои в нервной системе, на надпочечники, о которых сегодня все, по-моему, уже знают, кто интересуется своим здоровьем, на низкий кортизол. И действительно такая коморбидность, то есть сочетанность различных симптомов, она сильно сбивает с толку. Но здесь опасность заключается в том, что вот эти сосудистые повреждения, молчаливо, не дающие о себе знать, со временем, а сейчас у нас уже опыт накопился, и уже больше года, как мир знаком с этим вирусом. Но, честно говоря, я скажу так, что многие острые вирусные инфекции действуют аналогичным образом. Я думаю, что те, кто моего возраста, да, вот кому-то ближе к 45 и старше, знают, как часто, да и в детстве, да, вот мы болели в советское время, и обоняние бывало пропадало, и кашель бывал, что там у кого-то по 3-4 месяца длился такой тяжелый, и астенический синдром тоже был не редкость. Просто это как-то, ну, не возводили в такую степень. Однако, надо понимать, что все острые вирусные инфекции, то есть это не только особенность ковида, и вот эти рекомендации, о которых я буду сегодня говорить, они применимы, в принципе, шире, когда вы будете отслеживать такие симптомы у себя или у своих близких. Надо будет вспоминать тогда о сосудах. Потому что все острые вирусные инфекции, они так или иначе повреждают и миелиновые окончания нервных нервов, оболочек нервов, миелиновые оболочки нервных окончаний, и стенки сосудов, эндотелий сосудов, это стенки, это клетки, которыми высланы изнутри сосуды. И поджелудочная также очень часто страдает, ну и печень потом нуждается в восстановлении, потому что она берет на себя всю нагрузку по детоксикации. Соответственно, ну про печень я сейчас говорить не буду, кому нужна информация. У меня есть трехдневный бесплатный интенсив, который у меня в профиле в шапке есть, на главной странице, там ссылка в шапке профиля, можно зайти и все это смотреть. Если информация по поджелудочной тоже, всю информацию я давала, как восстанавливаться после вируса и во время вируса, когда ОРЗ, ОРВИ, и как вести себя в питании, с поджелудочной железой, детям как помогать, про это тоже говорить не буду, но ютубе легко найти по имени Крушанова Юлия и посмотреть там все подписанные видео, и по названию будет понятно, ОРВИ, ОРЗ и так далее. То есть эти моменты уже были охвачены мной и на этом марафоне предыдущими спикерами. Что касается сосудистой системы, давайте разберемся сначала, что происходит, и тогда будет понятно, что нужно компенсировать. Вообще эндотелиальная дисфункция, она может возникнуть по нескольким причинам. Что это такое, да? Это повреждение стенки, внутренней стенки сосуда, таким образом, что возникает воспалительный процесс в этой зоне, то есть привлекается туда достаточно большое количество нитрофилов, причем привлекаются они во внутренний слой, то есть под стенку они уходят, эти нитрофилы. Туда приток идет лимфы, и поэтому всегда сопровождается некоторой отечностью. И этот воспалительный процесс, он не имеет права быть в сосудах, и он должен быть закрыт. И поэтому туда идет активный приток либо протеидов низкой плотности, либо протеидов очень низкой плотности, которые формируют вместе с тромбоцитами такой каркас, как бы пластырь, который заклеивает эти места, но, однако, пытаясь починить эту зону повреждения сосудов в результате воспаления, это является инициативой для развития атеросклеротических бляшек. И вот здесь такая получается цепочка проблем. Почему нитрофилы бегут в эти места? Дело в том, что у нас в крови, в сосудах течет кровь, и кровь эта у нас состоит из двух фаз. В аюрведе это называется раса и ракта, современная медицина это называют плазма, и форменные элементы крови. К элементам крови относятся у нас какие клетки? Это тромбоциты, эритроциты, спектр целых ликоцитов, куда он исходит, нитрофилы, лимфоциты. Это макрофаги, моноциты, то, что пока они идут по крови, они называются моноциты, когда они выходят уже из кровеносного русла, они называются макрофаги, то есть одни и те же клетки, смотря где они находятся. Эзенофилы, базофилы. И, соответственно, для нас здесь представляет интерес именно звено нейтрофилов и моноцитов. Почему? Когда возвращаемся мы конкретно к вирусу и сужаемся от всех вирусов к ковиду, когда возникает в организме борьба, вот у нас попал инфекционный агент, попал у нас вирус, у нас возникает реакция нашей иммунной системы, как специфический, так и не специфический иммунитет реагирует, об этом сейчас я тоже не буду распространяться, на то, чтобы как можно быстрее идентифицировать этого инфекционного агента и начать его нейтрализовывать. Быстрее всего реагируют, конечно, клетки иммунной системы, находящиеся на наших слизистых. Наши слизистые, а сейчас я говорю именно о слизистых дыхательных, верхних дыхательных путей, они являются у нас первым барьером. Почему сейчас и разрабатывают, я думаю, многие это знают, вакцину, которая будет интерназально использоваться, на нее возлагают большие надежды, как обычно вокруг каждой вакцины идут большие споры, но возлагают большие надежды, что не нужно будет делать инъекции, а можно будет именно поддерживать активным иммунитет на слизистой верхних дыхательных путей, и что этого будет достаточно для того, чтобы первую, как раз отбить первую атаку. Вот таким образом у нас получается, что слизистая всегда находится в таком, должна находиться у здоровых людей, в такой гиперготовности. И когда у нас попадают частицы вируса, они достаточно активны, и они, конечно же, если уже человек заболевает, мы уже видим начало острой фазы, то есть они проходят уже через этот барьер. Но самое начало, контакт с вирусом всегда приводит к гиперактивации нитрофилов и макрофагов, как борцов, защищающих как раз на уровне слизистой наш организм. То есть они становятся, ну так как наш организм не отделен, вот голова и шея это не отдельное что-то, да, вот находящееся отдельно в пространстве, это часть нашего организма, и все нитрофилы, и все макрофаги, циркулирующие в кровеносном русле и выходящие в ткани, они все становятся гиперактивными. Для того, чтобы привлечь внимание лимфоцитов, чтобы те начали вырабатывать известные, по-моему, уже каждому к сегодняшнему дню это слово, да, иммуноглобулины, иммуноглобулины М, иммуноглобулины G в дальнейшем, вырабатываются различные так называемые маркеры, расставляются флажки по пути нахождения, движения вирусных частиц, и помечаются сами вирусы, именно там определенные белки помечаются, что и делают, да, в прививках белки водят человеку, как флажки, чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, узнавать и запоминать. Но, пока вырабатываются, пока расставляются эти флажки, некоторые из их флажков, скажем так, называются цитокины. И эти цитокины, они являются также маркерами, как команда фаз для собаки, маркерами для фагоцитирующих клеток, для нейтрофилов и макрофагов. Макрофаги, это, как я говорила, моноциты, которые мы видим в общем анализы крови, и когда они выходят в ткань, они патрулируют в тканях, и как только они видят такие или части вируса, или целый вирус, которые нужно фагоцитировать, то есть съесть и уничтожить, то они начинают выбрасывать большое количество провоспалительных цитокинов. То есть это цитокины, это флажки, которые, значит, здесь воспаление и нужна активность. По этим маркерам, по этим флажкам нейтрофилы начинают мигрировать через стенки сосудов в ткани, выходить из сосудов в ткани и атаковать, стараться нейтрализовать чужеродные инфекционные агенты. То есть вот такая борьба, которая вроде бы началась у нас только, например, в носу, на слизистые горла, на слизистых бронхов, она протекать, начинает активизироваться везде. Эти цитокины становятся везде активными. И стенки сосудов становятся также легко проницаемыми, как и на нашей слизистой поверхностный слой. Это необходимая реакция. Но проблема в том, что эта ситуация у некоторых затягивается, и она может не дойти, к счастью, до цитокинового шторма. Сейчас времени тоже, к сожалению, нет. Я не буду описывать отдельно этот процесс. Тоже как-то я видео рассказывала про ковид. Это подписано, есть на ютубе. Но даже если не доходит ситуации до цитокинового шторма, неконтролируемого воспаления, то в любом случае вот эта гиперактивация нейтрофилов, она всегда происходит. Нейтрофилов и макрофагов. А их гиперактивация всегда крепко связана, в сцепке в одной находится, с проницаемостью сосудов. Проницаемость сосудов – это всегда такой подпороговый, готовый к воспалению процесс. И здесь еще играет одну роль, почему не у всех возникают такие воспалительные процессы и эндотелиальная дисфункция, воспалительные процессы на внутренней стороне сосудов. Потому что вот здесь играет роль, в каком состоянии, то, что в Юрвеге называется викрити, то есть в каком состоянии здоровья пришел человек вот к этому моменту столкновения с вирусом. Если он пришел с инсулинорезистентностью, с метаболическим синдромом, если он пришел в состояние частых гипергликемий, перегрузка по углеводам по какой-либо причине, гипергликемия может быть не только у тех, кто объедается сладким, это может быть и в случае, когда человек находится сейчас в остром стрессе, и у него высокий кортизол, или это хронический стресс, но человек очень устойчивый, и у него кортизол не падает, а долгое время находится на высоком уровне. Это зависит от конституции человека, это такое сочетание прокрити и викрити, то есть люди есть разных типов. Соответственно, если человек в инсулинорезистентности, если он в хроническом стрессе, или увлекается быстрыми углеводами, то есть в любом случае это приводит к гипергликемии и метаболическому синдрому, если человек находится в состоянии достаточно высоких липидов, в частности общих холестерин за счет липопротеидов низкой плотности, если есть дефицит по метильным группам, и у него высокий гомоцистеин, вот на момент заболевания, если у него есть хронические воспалительные процессы, вот уже на данный момент эндометриоз, например, такой велотекущий, или это может быть процесс воспаления в суставах, то есть какой-то велотекущий воспалительный процесс. То есть если он приходит вот с этими моментами, то для него действительно вот эта гиперактивация нитрофилок и макрофагов в момент знакомства с вирусом, вроде бы нормальная, вот это истончение, повышение проницаемости, вот многие знают про проницаемость тонкого кишечника повышенную, а сейчас мы говорим о проницаемости сосудистой стенки. Вообще в организме очень многие вещи, они аналогично устроены, и вот насчет проницаемости сосудистой стенки сегодня в доказательной медицине нет никаких споров, сомнений и так далее, в то время как насчет проницаемости тонкого кишечника почему-то идут сомнения, в то время как это абсолютно аналогичные процессы. Также участвуют здесь и липополисахариды, и окисленные липиды, и цитокины, то есть очень похожая ситуация. Так вот, вот эта ситуация, она для таких людей становится критичной. И там, где после того, как острая фаза прошла и должно возвращаться все в русло и успокаиваться вот эта гиперактивность нейтрофилов и макрофагов, и проницаемость сосудистой стенки должна становиться плотной, потому что враг побежден, все, иммуноглобулины выработаны, и все должно приходить в норму. Но, к сожалению, у определенной категории людей, которых я сейчас перечислила, мы видим, что в норму-то, само собой, так легко это не приходит, к сожалению. А как понять, что оно вот все уже пришло в норму? Мы можем посмотреть в крови, во-первых, общий анализ крови. Это то, что несет огромный пласт информации. Вот сейчас у нас тоже, да, второй поток годового курса для специалистов или для людей, которые хорошо хотят глубоко разбираться. И мы как раз сейчас подбираемся к этому огромному блоку глубокого изучения общего анализа крови. Это простой дешевый анализ, с которого можно огромное количество информации вытащить. Не устаю это повторять, чтобы им не пренебрегали. Так вот, когда мы видим для коронавируса типичную картину, какую? Когда у нас в начале заболевания мы видим снижение лейкоцитов, снижение нейтрофилов, повышение лимфоцитов. Если человек уходит в воспалительный процесс, плохо контролируемый, а это уже сочетается обычно с высокой температурой, это уже там антибиотики идут, мы видим, какой там объем поражения легких, и мы тогда что видим? Мы тогда видим картину, что поднимаются у него лейкоциты, вот в случае такого воспалительного активного процесса, лейкоциты поднимаются, лимфоциты снижаются, нейтрофилы начинают расти, то есть лейкоциты растут за счет нейтрофилов. То есть организм начинает концентрироваться на том, чтобы активнее производить вот эти фоконцитирующие клетки, нейтрофилы. Когда вы видите в крови такую картину, скорее всего, вы уже принимаете антибиотики и находитесь под присмотром уже именно противовоспалительной терапии, под присмотром врача. Но дальше, когда выписывают, чаще всего выписывают, что уже воспаление ушло, маркеры воспаления, такие как фибриноген, цирреактивный протеин, как ключевые маркеры воспаления, они обычно уже приходят в норму более-менее, ну ферритин, общий белок, тоже как маркеры воспаления здесь выступают. И человек выписывают обычно уже без температуры, в ослабленном состоянии, картина крови еще сохраняется, демонстрирующая, что она инертна, она где-то через недели-две приходит, должна прийти в норму. Что сохраняется еще эта ситуация, высокие нейтрофилы, низкие лимфоциты, высокие лейкоциты. Проходит время, и дальше вроде бы все у нас восстанавливается. Но, если мы через 2-3-4, тем более недели, видим в крови картину не просто, что все пришло в норму, и у нас в средине референса примерно и абсолютные, и в процентном значении находятся нейтрофилы и лимфоциты, и лейкоциты у нас хотя бы, ну выше нижней трети референса, приближаются к средине референса, это хорошо. Для спокойствия своего стоит сделать цирреактивный протеин, цирреактивный белок ультрачувствительный. Он бывает не повышенной чувствительности, а бывает просто цирреактивный белок, а бывает цирреактивный белок ультрачувствительный. Этот белок показывает именно состояние вашего эндотелия сосудов, внутренней выстилки сосудов. Стоит беспокоиться и начать применять, меры по устранению воспалительных процессов или не стоит референции в лабораториях достаточно широкие от 0 до 5 обычно идут но это действительно уж слишком большой разброс вы может быть можете быть абсолютно спокойны и забыть ту информацию о которой я сегодня так говорю если у мужчин значение находится меньше чем 0 5 вот это идеальное оптимальное значение у мужчин с реактивный протеин ультрачувствительный меньше чем 05 у женщин после менопаузы после наступления менопаузы тоже как и как и мужской референс меньше чем 05 у женщин находящихся в репродуктивном возрасте до наступления менопаузы даже если они уже в премии на паузе но еще на паузу не наступила имеют право иметь до единицы это норма так эфир завис у кого завис у меня контрольный идет не завис хорошо ну записи я думаю все будет в порядке то есть вот мы с вами получаем ситуацию по чтобы не беспокоиться хотя бы один вот этот вот анализ смотреть для того чтобы понимать в каком состоянии находится эндотелий сосудов этот анализ именно для того и был видео свое время вообще в кардиологии для того чтобы оценивать именно если воспалительный процесс на стенках сосудов потому что раньше считалось что если холестерин повышен да особенно если за счет липопротеидов низкой плотности плохих так называемых да то все здесь однозначно человек имеет воспаление на стенке сосудов к атеросклерозу движется и так далее но потом наука продвигалась и оказалось что повышенный холестерин не не равно атеросклероз а нормальный холестерин и красивый даже липидный профиль не равно отсутствие атеросклероза что очень важно холестерин просто так не клеится к сосудам он клеится по какой-то причине мы не ходим обклеенные пластырями если у нас все в порядке но если порез какой-то нам надо защитить от окружающей среды тогда пластырь будет наклеен организм очень рационально всегда действует он не приклеивает холестерин просто так стенкам сосудов холестерин это пластырь который приклеивается там есть повреждения и может быть высокий холестерин но да это может быть проблемой которая нам говорит об определенных там ситуациях а может и не быть проблемы но это может никакого не иметь отношения вообще к состоянию сосудов и в то же время холестерин может быть нормальный но если сосуды повреждены то он будет вызывать формирование заклеивать как пластырь вызывать формирование бляшек поэтому чтобы независимо от холестерина оценить состояние сосудов нам надо смотреть именно маркеры воспаления стенки сосудов это вот цирреактивный протеин ультра чувствительны конечно же хорошо когда у нас не выходит за границы верхней верхней границы референса фибриноген додимер когда у нас не зашкаливает ферритин то конечно же это важно и нужно когда у нас сто и находится в оптимуме то есть до восьми где-то так от 4 до 8 но вот crb ультра чувствительные это вот прямо конкретно состоянии сосудистой стенки речь и что мы здесь на что мы можем обратить внимание что мы можем сделать я думаю что многие из вас слышали про гомоцистеин гомоцистеин это тот агент который также к сожалению опасен для стенок сосудов но если он выше оптимума а оптимума для взрослого человека до 50 лет считается от 6 до 7 так в среднем еще зависит от генетики но старше 50 55 лет может быть до 7 с половиной доходить это оптимальные значения поэтому если гомоцистеин выше этих значений то тоже мы должны обратить внимание что же ему не хватает почему он повышается и не хватает ему обычный метильных групп и здесь уже я не буду в это сильно углубляться но как минимум это качественный коэнзимный б-комплекс может быть подключен желательно знать здесь уже можно подключать и органические аминокислоты и смотреть в 12 активный в крови и смотреть фолиевую кислоту но здесь уже такие тонкости пошли в любом случае гомоцистеин имеет смысл отслеживать если вы не понимаете как с этим разбираться область обращаться к специалисту который вам уже разберется почему повышенный но к сожалению и гомоцистеин нормальный оптимальный допустим 6 половиной или даже низкий 5 4 не являются гарантией того что гомоцистеин не повреждает эндотелий сосудов потому что гомоцистеин может быть ложно нормальный из-за того что он уходит по одному из своих путей на производство глутатиона одного из наших важных антиоксидантов в то время как мы можем при этом испытывать дефицит метильных групп здесь есть вот такие нюансы и поэтому чтобы вас не путать вот в этих моментах я вам даю главный маркер цироактивный белок ультра чувствительный если там вы видите превышение оптимума о котором я выше сказала также если у вас появляются следующие симптомы это могут вдруг появляться на тыльной стороне рук как множественные темные пятнышки они сначала светлые малозаметные знаете такие как пегии становятся вот вот кожа на тыльной стороне рук потом они могут темнеть сливаться между собой если появляются тоже такие пятнышки под нижними веками с внешней стороны скулы вот вот в этом районе если появляются такие пятнышки зоне декольте под ключицами если возникает достаточно часто у вас обострение варикоза геморроя появляться начинают тонус вен меняется то есть вы раньше допустим вены были подвижные вы мог бы подняли руку вены спали вы опустили руку вены появились положили горизонтально ну в принципе они не особо видны а тут они становятся более извитыми тонус их становится меня не менее упругими они не так быстро уже оттекает кровь когда вы поднимаете вертикально или вы кладете горизонтально тут появляется выраженными они более становятся многие женщины обращать на это внимание начинают искать коррекцию в пластической хирургии понятно что хочется быть привлекательной быть красивой заполняют филлерами заполняют гиалуроновой кислотой и там и так далее там скелетирование убирают но проблем это не решается это же просто маркер значит все такие сосуды то есть стенки теряют свою эластичность значит есть процесс который мешает им быть эластичными а это сразу повод проверить реактивный белок что еще может быть какой момент появляются мелкие темные сосудики со внутренней стороны лодыжки вот лодыжка у нас над ступней и косточка и вот в районе косточки вот над пяткой с внутренней стороны лодыжки появляются такие темные множественные поверхностные сосудики это не как вены а именно вот такие темненькие сосуды тоненькие это тоже говорит о том что не все в порядке с сосудистым эндотели ну и есть еще один анализ он не везде делают его ну допустим в лаборатории helix и лаборатории которые будут по их франшизе он есть это окисленные липиды анализ на окисленные липиды он так и называется перекисное окисление липидов он недорогой если вот речь идет о том чтобы разобраться с этой проблемой что она начинает волновать где-то в районе двух тысяч рублей стоит перекисное окисление липидов анализ показывает а что происходит с нашими липидами с нашими жирами если они окислены это говорит о том что это уже сразу окисленные липиды это уже сразу агенты агрессивные такие же как гомоцистеин для сосудистого русла и это уже сразу нам говорит о том что антиоксидантная система нашего организма не справляется поэтому вот в отсроченной перспективе опираясь на эти анализы очень важно плюс отслеживая вот эти нюансы очень важно понимать что происходит со сердечно-рассудистой системы плюс изменения в давлении которые раньше для вас были не характерны скачки давления появляться может аритмия экстрасистелы тахикардия но если экстрасистелы легко убираются адекватным приемом магния причем адекватный прием это может быть в районе 800 миллиграмм причем на длительной основе около 1200 форму подбираем зависимости от необходимого действия при склонности к запорам это будет магний цитрат если возбудимость нервной системы магний глицинат если это упадок сил то это магний малат и это может быть в комбинациях если еще есть какие-то проблемы сердечно сердечно-сосудистой сердечной мышцы изначально были то это будет магниоратат магнитоурат для печени тоже магнитоурат то есть здесь можно это комбинировать между собой но вот такие проблемы как экстрасистелы они легко уходят но если у нас скачки давления становятся характерны особенно они появляются допустим после еды такие скачки или после какой-то нагрузки физической или психической повышается пульс может не доходить до аритмии но появляется тахикардия то это тоже повод понять и разобраться что происходит у нас сердечно-сосудистой системы и сдать вот эти анализы что мы можем сделать для себя или если у кого-то из близких такая ситуация возникает несколько препаратов несколько направлений во первых антигипоксанты это то что нам помогает восстанавливать устранять скажем так кислородное голодание и чаще всего антигипоксанты они параллельно еще и работают с митохондриальной дисфункцией помогают в выработке наших собственных антиоксидантов и восстанавливают микроциркуляцию к таким наиболее эффективным антигипоксантом относится гинкобилоба но у него есть минус он может повышать внутричерепное давление особенно если есть зажимы мышечные в задней стороны шеи этот препарат не нужно пить если вы испытываете дискомфорт ни в коем случае не надо терпеть и пить потому что это полезно для сосудов есть альтернативы если юридический препарат бакопа который называется бакопа и он помогает именно работы также как гинкобилоба но он не не дает повышение внутричерепного давления да я вижу вот пишите голова болит и это достаточно частая ситуация и вот это очень важный момент про который надо знать я у себя в stories напишу подробно вот эти вот моменты по гинкобилобе противопоказаний потому что их действительно стоит не на этом скрин сделать то есть вот о них знать потому что много говорят про полезные свойства гинкобилоба что и защищает клетки нервной системы хорошо работать на воздействие на центральную нервную систему и при альцгеймере и так далее там много у него и при деменции до сосудистой деменции используют при эндотелиальные как раз вот функции когда повреждаются сосуды однако он всем не подходит потому что он действительно головную боль внутричерепное давление может повышать дальше для людей у которых есть склоны с кровотечением это можно увидеть по коагулограмме которую обязаны делать вам после того как вы восстановились после к вида вы перенесли к вид если тем более вы перели принимали антикоагулянты то после окончания приема к антикоагулянтов и во время приема должен быть контрольная не просто додимер делать и фибриноген а нужно делать развернутую коагулограмму и после окончания приема антикоагулянтов также надо обязательно делать развернутую коагулограмму если вы по а коагулограмме, видите, что уже на фоне приема антикоагулянтов развилась склонность к кровотечению, то есть часто такое бывает, что принимают и потом уже как бы отрицательный эффект идет, то гинкобилоба принимать нельзя. Гинкобилоба также не принимают, если была недавняя операция, то есть при любых проблемах со свертываемостью крови, в смысле вот именно снижения свертываемости крови, гинкобилоба не принимается. Запрещено во время беременности принимать при гипотонии, людям, которые прошли острый инфаркт, инсульт, при тереотоксикозе. Вот это очень важные моменты, то есть это не такой безопасный препарат. Да, он действительно хороший, он по сути это наотроп. И он действительно, было много исследований, что восстанавливает функции мозга вот при деменции, причем соединить такая коморбидная деменция, сосудистая деменция и нарушения именно в мозге уже близкие к болезни Альцгеймера, то гинкобилоба хорошие давал результаты. Но у него много противопоказаний. Что еще? Он может давать аритмию, не раз такое тоже встречала, гинкобилоба может давать аритмию, потому что он настолько усиливает микроциркуляцию, то есть он выявляет все слабые места. Я бы сказала, это не проблема гинкобилоба, он выявляет те слабые места, которые у человека просто для него не обозначены. Усиливая приток крови к миокарду, он показывает, что вот появляется у человека аритмическое действие, он оказывает. То есть он показывает, что не готово сердце к такой циркуляции, не готовы сосуды, пережатые они, например, мышцами, к такому притоку крови к голове. То есть там все притекает, притекает, оттекает, не оттекает как надо. И возникает внутричерепное давление, спазм идет. Или, возможно, там есть бляшки склеродические, которые мешают кровотоку. То есть вот он обостряет имеющиеся проблемы. Поэтому аккуратно. Дозы сейчас не буду озвучивать, чтобы это не на слух, это будет сториз отдельно. Что еще есть, помягче, что работает? Готукола. Готукола, она вот как раз аналогична аюрведическому препарату Брами. Почему я их ставлю на первое место? Потому что, как и гинкобелоба, если он вам подходит, так и Готукола и Брами, они работают и с нервной системой, и с сосудистой стенкой, то есть по сути, и с циркуляцией. То есть по сути, они такие, двух зайцев мы убиваем в постковидном состоянии. Готукола тоже антиоксидант, антигипоксант. Можно использовать параллельно с гинкобелобой, если он вам подходит, либо вместо него. При хорошей переносимости все равно лучше начинать всегда с минимальной дозы, со 100 мг, и потом можно постепенно увеличивать до 450 мг на прием 2 раза в день. При высоких дозировках может быть головная боль, но на низких дозировках обычно на год уколу головной боли нет. Снижать может давление артериальное и также разжижать кровь, но в меньшей степени, чем гинкобелоба. Но это все намного мягче, и в принципе здесь можно найти свою грань. Наиболее таким безопасным из современных вариантов это является винпоцетин. Винпоцетин можно... Это вообще лекарственный препарат, но который можно купить на Айхерби, он продается без рецепта, делается из экстракта барвинка, широко известен на сегодняшний день. Это один из инструментов аюрведической терапии, как экстракт барвинка, но известен он в медицине как винпоцетин. Винпоцетин является желательной альтернативой для тех, кто плохо переносит гинкобелоба и даже готу-колу. Он расширяет, избирательно причем расширяет, что очень важно, артерии и капилляры, увеличивая приток крови к периферии, к мозгу. Он не дает спазма периферических сосудов, что бывает на готу-коле. Уменьшает агрегацию тромбоцитов, но при этом не так жестко влияет на свертанность крови, как гинкобелоба. При цереброваскулярных нарушениях винпоцетин используется давно, и это известный препарат. При острых потерях памяти, после травмы мозга и различных сосудистых спазмах в головном мозге. Я не буду про него много говорить. Действительно, препарат, который можно выбрать, если вы не переносите гинкобелобу. При снижении обоняния, при снижении зрения, снижении слуха, тоже используется также пинпоцетин. Что на нем может быть из минусов? Это может быть бессонница, если принимают во второй половине дня. Это может быть головокружение, это может быть сонливость некоторая, и снижение частоты пульса. Но для многих это на самом деле плюс, потому что в большинстве случаев люди испытывают как раз-таки не то что сонливость, а для них это желательно, потому что они испытывают бессонницы, они испытывают высокую частоту пульсу, давящие головные боли, то есть гинпоцетин в этом случае как раз будет показан. Что еще можем использовать двойного действия? Боярышник. Боярышник можно ягоды брать в аптеке и заваривать. Боярышник можно купить в виде экстракта боярышника или боярышник, измельченный в капсулах, либо экстракт боярышника на жировой основе, на МСТ масле есть на Эхербе экстракты боярышника. Боярышник аналог гинкобелобы, винпоцетина, но только наш вариант нам знакомый. Мы можем пойти в аптеку и купить боярышник просто в пачке ягоды. Он используется для противовоспалительного действия для сосудов, для улучшения микроциркуляции крови в периферии. У него вообще очень многоградное действие. Он вазопротекторным действием обладает. Так же, как винпоцетин и готукола и брамия церебропротективным действием, то есть защищает работу клеток мозга, защищает мозг, улучшает работу клеток мозга. Но при этом он намного мягче действует, чем все предыдущие препараты. То есть я так по-нисходящей даю эти препараты. Можно использовать настойку боярышника, которая есть в аптеке, по инструкции. И он хорошо, очень мягко работает, хорошо переносится детьми, поэтому и пожилыми людьми, поэтому боярышник, и он доступен для нас. Вот пошел в аптеку и купил. Поэтому боярышник, то, на что действительно можно обратить внимание. При скачках давления, если скачки давления именно идут у вас вверх, и учащение пульса, то боярышник будет хорошо работать. Если идут скачки давления вверх, а потом может быть, например, также и падение, то есть вот это не то, что периодически гипертонические проявления, а то может быть гипертония, а то гипотония, то есть такие проявления, здесь хорошо боярышник сочетать с Арджуной. Это аюрведический препарат именно для сердечно-сосудистой системы Арджуна, называется, и их принимать комплексно. На Айфербе даже есть препарат, где уже сразу соединены Арджуна, боярышник и, по-моему, Q10. Я выложу в сториз, от Life Extension есть. И удачные такие уже есть сочетания, как раз таки, чтобы не было, если бывают скачки вниз давления, да, гипотония, чтобы боярышник здесь удерживал свой барьер, скажем так, и Арджуна в этом очень хорошо помогает. Если не спите, поднимается давление, а дальше страх, посмотрите, у меня есть про... Это как раз таки к снижению кортизола и поднятию адреналина ночью. И давление это следствие, давление в вашем случае, это не из-за эндотелиальной дисфункции, повреждения сосудов, идет вазоконстрикция, то есть спазм сосудов, а из-за того, что адреналин выбрасывается. У вас ночью заканчивается кортизол, падает глюкоза, и организм вынужден поднимать адреналин, чтобы выбросить глюкозу из гликогеновых депо печени в кровь. Но адреналин, он дает страх, страшный сон, тахикардию, высокое давление. Ставьте, заваривайте с вечера себе мелису, когда такая сеть, на ночь пейте мелису и ешьте сложные углеводы где-то за час-полтора до сна, там гречневая каша, например, ложек пять. И ночью, если это происходит, сразу пьете мелису, которая у вас приготовлена, чайную ложку на стакан кипятка заварите и пусть она у вас стоит. Вот. То есть это адреналиновая реакция такая. Дальше, что еще здорово использовать и что легко нам получить, это экстракты красного винограда. То, что у нас называют, то, что вот на Западе называют ресвератрон, у нас достаточно давно в советское время еще использовались различные бесспиртовые концентраты и это наследие еще сохранилось. Я у себя не раз рассказывала про концентрат Энаант крымский. В Ялке производят Энаант. Это экстракт красного винограда бесспиртовой. Либо можете покупать ресвератрол. Это, по сути, один из компонентов. Но чем хороши концентраты, там помимо ресвератрола, там всегда есть рутин, там есть минорные биофлавоноиды, которые в совокупности оказывают лучший эффект, чем просто ресвератрол и рутин. Поэтому вот обращайте внимание на экстракты граната. Я тоже это приведу в сторис. Я уже как-то рассказывала, но в другом ключе. Обращайте внимание на экстракты красного вина, ну, в частности, Энаант российский. Он и снижает воспаление, и снижает тонус сосудов. А почему тонус сосудов? Потому что когда воспалительный процесс, идет отек и выработка идет тех же самых, дополнительно поддерживается выработка цитокинов, обладающих параллельно вазоконстрикторным действием. То есть часто мы получаем вот эти вот эффекты повышения давления или периодических скачков, а потом резкое снижение, из-за того, что с одной стороны тонус сосудистой стенки снижен, а с другой стороны периодически возникает как спазм сосудов. И вот это вот нестабильность. Мы чувствуем нестабильность такой. И вот Энаант или вот экстракты красного вина, винограда, любые другие, они и антигипоксантные, и по ним очень много сделано исследований клинических, защищены диссертацией по поводу того, что они защищают эндотелий сосудов, улучшают эндотелий зависимую вазодилатацию, как раз таки снимают воспалительный процесс на стенке сосуда. И это очень ценная вещь. В крайнем случае можно брать очень хорошее, качественное красное вино и по столовой ложке 3 раза в день перед едой принимать как апелитив. Минут за 10. Это будет и желчегонный эффект, это будет, хотите, можно выпарить спирт, кстати, на горячую ложку, нагреть ложку, на плите, на электрической или на газовой, нагреть ложку, наливаете столовую ложку, вот такое, прям, надо брать, густое красное вино, качественное, наливаете, подождите немного, спирт испаряется, ну, по крайней мере, больше его части, и вы можете принимать. Это очень хороший эффект и для желчегонного действия и параллельно по сосудам, да, эффекты высокие. Но, конечно, лучше вот концентраты брать. И можно комбинировать уже эти концентраты с полифенолами, тот же самый клеточный сток пихты, очень хорошо работает, и с лейкоцитарной формулой, восстанавливая как раз баланс, успокаивая нитрофилы и макрофаги, которые бегут в русло, из русла кровеносного в ткани, убирая этот воспалительный процесс. Хороший баланс между TH1 и TH2 доминированием выстраивает клеточный сток пихты или, ну, модный вариант тайга. Ну вот, клеточный сток пихты, биоэффектив, работает не хуже. Вы можете это дополнить противовоспалительной терапией. Это босфелия, у которой практически нет никаких минусов, и я напишу, как ее принимать. Противовоспалительная терапия, системная, и на стенке сосудов тоже действует. Заодно и слизистая ЖКТ будет подлечена. И еще куркума. Вот по поводу куркумина хочу остановиться. Куркума и куркумин. Да, действительно, куркума или экстракт из нее, куркумин, снижает воспаление. Разрешена, и босфелия, и куркумин разрешены при аутоиммунных заболеваниях. Но какие противопоказания? Это TH2 заболевания. То есть это у нас астма, болезнь Грейвса, это гипертериоз, это экземы, синуситы, тогда, когда нельзя использовать куркумин. Что если есть подобные хронические заболевания, в хронической форме, то вводить надо буквально с 50 миллиграмм, с очень малой дозы. Что еще надо знать про куркумин, что многие не знают, и потом об этой обжигаются, об ним занимаясь, и получая проблемы с другой стороны. Это то, что куркумин является ингибитором ароматазы. Ароматаза – это фермент, который превращает, из тестостерона делает эстрогены. Мы, вот, женщины, сделаны из ребра Адамы, да, как есть в Библии сказано, то же самое с гормонами происходит. Эстрогены – это производная тестостерона. И вот из тестостерона, именно фермент ароматазы делает эстрогены. Куркумин блокирует работу, он ингибитор ароматазы. То есть, он будет уменьшать концентрацию эстрадиола, эстрона, и из других андрогенов тоже. То есть, блокирует, в принципе, выработку эстрогенов. Для кого-то это хорошо, а для кого-то, то есть, тем самым он повышает концентрацию тестостерона, куркумин и андростендионы. Для кого-то это нехорошо, например, у кого есть ПКЯ, синдром поликистозных яичников, у кого есть избыток андрогенов. Для них куркумин нежелательно использовать. Мужчины на длительном приеме куркумина могут становиться агрессивными, вспыльчивыми, вот такими вот взрывными тестостероновыми, и это не случайно. И в Аюрведе очень четко говорится по поводу использования куркумы у мужчин, и вообще у тех, у кого есть, например, женщина имеет гирсудизм, явные признаки избытка тестостерона. Поэтому обращайте на это внимание, помните об этом, потому что действительно важный момент, чтобы не попасть здесь в некоторую проблему, вот такую, да, связанную с куркумином или с куркумой ситуацию. И куркумин стимулирует ветку ТН2 иммунитета, если для кого-то это о чем-то говорит, как я сказала, экзема, болезнь Грефа, гиротоксикоз, гипертериоз, синуситы, определенный вид мигрени относятся сюда, поэтому будьте аккуратны, это может обострить противовоспалительное действие куркумина, вы получите для сосудов, но эти заболевания вы можете обострить осторожно. И, конечно же, рутин, рутин, диасмин, гисперидин, то, что назначается при варикозе, выгоднее покупать, опять-таки, к сожалению, пока так, на Ихербе, чем аптечные препараты, но можно заменить рутин, если вам надо срочно, аптечный антроксирутином в капсулах, это действительно препарат с эффективной, такой рабочей формулой, в крайнем случае можно брать оскорутин, как крайний вариант, но его надо много принимать, строго после еды, там порядка 10 таблеток в день, чтобы добиться нужной дозы, и он слишком кислый, при гастритах, при истончении слизистой, ЖКТ, это будет, опять-таки, негативный эффект, одно лечим, другое калечим, и разжижать стул может оскорутин, чтобы он дал эффект на сосуды, его надо принимать в большой дозе, и это слишком, слишком кислая среда, агрессивная, и может давать еще и разжижение стулу, поэтому я все-таки за рутин. Продолжим про терапию эндотелиальной дисфункции после перенесенного ковида, и в принципе, если вы у себя и без ковида обнаруживаете симптомы, видите подтверждение в анализах, если есть атеросклероз, однозначно есть эндотелиальная дисфункция, значит, если вы не входите в референс по окисленным липидам, сдав анализ, тоже есть эндотелиальная дисфункция, к сожалению, если вы обнаружили у себя гомоцистеин выше оптимума, и чем выше он, тем опять-таки сосуды страдают больше, то есть, это не только проблема ковида, просто ковид обостряет эту ситуацию по максимуму, и чем опасна эта дисфункция эндотелиальная, что, к сожалению, организм пытается закрыть эти бреши в сосудах на фоне воспалительных процессов, и это приводит, конечно, к развитию в дальнейшем к развитию атеросклероза, к потере тонуса сосудистой стенки, это нарушает качество жизни, ну, а тромбы, понятно, что это и не только о качестве жизни, но, в принципе, о жизни и смерти речь идет, поэтому, если видите у себя эти признаки, сдаете анализы, делаете доплерографию, которая нам показывает состояние тоже сосудистой стенки, и вы понимаете, что есть эта проблема, то этим нужно комплексно заниматься. Что мы еще можем подключить, и что желательно подключить, особенно если было повышение фибриногена, было повышение параллельной додимера, действительно, вам приходилось не просто профилактически антикоагулянты принимать по причине того, что агрегация тромбоцитов становилась уже опасной, либо есть сделали доплерографию сосудов шеи и увидели, что есть действительно некоторое сужение за счет скопления холестериновых бляшек, то здесь, конечно, имеет смысл начать обратить свое внимание на системные ферменты для рассасывания тромбов, потому что не всегда возможно антикоагулянты на длительной основе, либо выводят все это в более-менее приемлемый вид, но проблема остается, пока есть воспалительный процесс на стенке сосуда, всегда остается тромбообразование, так же, как и нарастание липидов холестерина, то есть это процессы, они все взаимосвязаны между собой, это процессы одной дисфункции, поэтому здесь очень хорошо, когда есть варикоз, тоже мы уже об этом говорим, то есть это противоварикозная терапия, это терапия для восстановления кровотока после вирусных заболеваний, особенно после ковида, это энзимы, которые помогают очищать стенки сосудов, пока струмбы имеются даже небольшие, сосудистые стенки качественно работать не будут, и поэтому многие используют различные венотоники, флебодию принимают, принимают антикоагулянты, то есть много что делают, но забывают про эту чистку сосудов, скажем так. Системные ферменты можно использовать несколько вместе, либо по отдельности, в зависимости от переносимости конкретных типов ферментов. Какие используются обычно? Это бромелайн, это экстракт из сердцевины и мякоти ананаса, как профилактика можно просто есть ананас, если ваше слизистая вам позволяет, но это не лечение будет, это именно будет профилактическое. Одно время, я помню, когда мне лет 25 было, рассказывали о, ну как сейчас, о каких-то там диетах красоты известных людей, и вот там непоголовно в Голливуде все говорили, что едят ананас для молодости и так далее, ну если это правда и действительно регулярной основе используют, то это и неплохо, вот с точки зрения профилактики как раз таки тромбообразования, это эластичные сосуды, эластичные сосуды, это хорошее питание кожи, корней волос, то есть это действительно скажется на внешности, но в нашей ситуации ананасов будет мало, поэтому берем концентрированный вариант, либо бромелайн, либо трепсин, химотрепсин, это ферменты поджелудочной железы, наша поджелудочная железа, ну девочки, простите меня, те, кто это уже слышал там на годовом курсе, на нашем детоксе курсе, но я должна здесь все-таки это повторить, потому что наша поджелудочная железа вырабатывает ферменты не только для переваривания пищи, но у нее есть не менее важная функция, когда мы не едим, почему должны быть периоды интервального голодания, хотя бы ночного, кто как может себе позволить, опять-таки от конституции задач зависит, но в те периоды, когда мы не едим, когда пищи в желудке нет, нечего обрабатывать, ферментативная железа продолжает вырабатывать ферменты, и они используются в кровотоке, как протеолитические ферменты, то есть это те ферменты, которые наконец-то начинают чистить нашу кровь от белков, которые не должны быть там или не должны быть в такой форме, должны быть более разобранные, они начинают чистить как раз-таки от липидных комплексов, очищают стенки сосудов, вот в частности от тромбов, каких-то микротромбов, и вот эти протеолитические ферменты, мы их производим сами, это как раз вот трепсин и химотрепсид, активированные, но не у всех поджелудочная железа справляется со своей функцией. Более того, во время любой вирусной инфекции, даже когда это реактивация родного герпеса, а уж тем более, когда это ковид, поджелудочная железа всегда попадает под удар. Это очень нежная ткань, которая всегда попадает под удар вирусной инфекции и снижает свою ферментативную активность. Пропадает аппетит, хуже переваривается пища, едет флора кишечная. И также протеолитических ферментов становится меньше наших собственных. Поэтому скорость очищения от тех тромбов, которые образуются на месте битвы в сосудах, к сожалению, не успевает, этой скорости не хватает. Очищение не происходит с нужной скоростью. У здорового человека он потом острый период переживет и потом за 3 дня у него все вычистит и не будет есть, пока голода не почувствует. И все эти ферменты будут работать только как протеолитические. Очень важно во время болезни не есть без чувства голода. Но об этом опять-таки на ютубе есть, уже я говорила. И, значит, вот бромелайн, трепсин, хемотрепсин, кто не веган. А как здесь быть веганом? Потому что трепсин, хемотрепсин это наши собственные ферменты. Мы их сами вырабатываем. Единственное, что вот здесь получают их из животных. Поэтому, кто не хочет, может использовать бромелайн. И серопептазы. Тоже четвертый фермент, который используется для профилактики и устранения тромбов. Принимаются они всегда натощак. Либо просто голодайте-ка, пока есть не хотите, пока острая фаза. Это тоже будет вам помогать. Как бесплатный прием протеолитических ферментов. Принимаются они за час где-то до еды, либо не ранее, чем через 2-2,5 часа. Не ранее. Я даже прошу больше, чтобы времени прошло после еды. То есть это должно быть между приемами пищи. Идеально брать на ночь, но тогда ужинать надо часа за 2-3 до сна. И утром натощак, и завтракать не ранее, чем через час. Длительность терапии от месяца до 2. И может понадобиться таких 2-3-4 курса в год. То есть надо там уже оценивать, анализы сдавать, оценивать. Липидный профиль, атеросклеротический индекс, ЦРБ ультрачувствительный, окисленные липиды. Вот то, что надо мониторить. Но что есть какие нюансы? Некоторые жалуются, что на приеме сиропептидаза начинает болеть живот. Отменять? Отменять. Но это тоже опять-таки маркер, не сиропептидаза виновата. При лемблиозе, когда есть лемблиоз, то очень часто сиропептидаза оказывает определенное влияние. Не буду сейчас увлекаться здесь об этом говорить. Это признак. Не у всех болит на сиропептидазе живот. Если это происходит, у детей, у взрослых, надо обратить внимание и сделать анализы на лемблиоз. Поэтому меняем и другой. Сиропептидазу я очень люблю. Выбираем что-то одно, либо можно в комбинации. Сейчас я объясню. Дозы я дам в сториз. Здесь, какие обычно, если комбинации брать, то, например, вабензин. Вабензин содержит сразу и протеолитические ферменты, доступен в аптеке. Правда, к сожалению, есть подделки. То есть надо в интернете прям посмотреть. Вабензин – подделка. И посмотрите, там вот на картинках вы увидите, как должна выглядеть коробка оригинал, коробка подделки. Потому что, к сожалению, в аптеках сегодня очень с вабензином непросто все. И достаточно часто покупают нерабочий препарат. На Айхербе тоже вабензин есть. Но не всегда есть время ждать. Там уже вабензин, что хорошо. Там помимо комплекса системных ферментов, входит уже рутина бромелайн. То есть он действительно, когда вы покупаете рабочий, то там дозировка порядка, если это вабензин с Айхербе, там порядка 12-13 таблеток в день. Если это вабензин из аптеки, то в России сертифицированный в аптеках более слабый вабензин продается. Там дозировка аналогичная будет, это 20 таблеток в день. Вот вариант вабензина с Айхербе – это 12-13 таблеток в день. Аптечная – это будет порядка 20 таблеток в день, и надо убедиться, что вы купили оригинал. И это делятся, эти дозы, на 2-3 приема. То есть, допустим, по 4 таблетки 3 раза в день, это Айхербовские. Либо, допустим, по 8 таблеток, по 7 таблеток 3 раза в день. Ну, 2 раза, по 7, 1 раз 6. Это аптечный вабензин. Что еще можно взять? На Айхербе есть хороший препарат Мегазим. Мегазайн или Мегазим. Тоже я приведу его картинку у себя в сториз завтра. И он дешевле, чем аптечный вабензин однозначно. Дешевле, чем вабензин и на Айхербе. Но он в себя включает трепсин и химотрепсин. Все-таки здесь достаточно будет добавить серопептидазу. И вот мы получаем уже хороший такой эффект. Но есть, опять-таки, но. Есть, как всегда, но. Да, в аптеке есть флагензин, кстати. Помимо вабензина есть флагензин. Тоже мы можем его использовать. Там тоже трепсин и химотрепсин входят в состав. И по 2 таблетки 3 раза в день принимается вот так же натощак. Там же есть еще и рутин. То есть флагензин, он в аптечный вариант, близок к вабензину и, в принципе, эконом. Но есть нюансы. Если есть обострение гастрита, дуоденита, в принципе, тонкий слой слизи на слизистых ЖКТ, то такой прием натощак ферментов, он может приводить к повреждению ЖКТ, боли над пупком. И мы тогда после еды принимать бесполезно, так как эти ферменты становятся сразу пищеварительными. Они начинают переваривать еду и никакого уже очищающего действия на сосуды не оказывают. То есть они должны быть приняты натощак. Поэтому здесь вот этот вот минус, что только вне обострения болезней ЖКТ мы можем принимать протеолитические ферменты. И еще. В первые дни может слабить стул. Если живот не болит, вот как на серопептидазе бывает, если нет болей, таких голодных, как голодные боли над пупком в районе 12-перстной и желудка, а просто очистит кишечник, появляется более жидкий стул, это норма в первые 3-5 дней на фоне приема системных ферментов. Потом все восстанавливается. Надо контролировать именно вот эти вот боли на слизистых. И отменять, к сожалению, тогда мы не сможем использовать. Тогда будем использовать только рутин, противовоспалительные препараты. Я пример схемы сейчас приведу к концу. Ферменты разрешены и даже показаны при аутоиммунных заболеваниях. Более того, они входят во многие аутоиммунные схемы и облегчают состояние при ревматоидном артрите, при аутоиммунном тироидите, снижают воспаление. Так как снижают воспаление, соответственно, и титры антитела тоже помогают контролировать. Но не факт, что у вас снизятся антитела, но главное, что это не является противопоказанием. Ну и последнее, что нужно, это борьба, конечно же, с сниженным тонусом сосудистой стенки. Борьба с дисплазией, с эндотелиальной дисплазией. И здесь нужно дать качественный строительный материал для стенок сосудов, потому что те повреждения, которые там есть, мы устраним воспаление, мы потушим пожар, а теперь на стенки собрать заново. И здесь, конечно, нужен строительный материал, чтобы они становились эластичными, прочными. Мы даем стимуляторы, мы улучшаем кровообращение, мы снимаем воспаление, мы очищаем от тромбов, мы снижаем вот эту липидную нагрузку, тоже опять-таки убрав воспаление. Но нам нужно и стенки потом восстановить из чего-то. Это, конечно, коллаген в первую очередь. Коллаген у нас состоит из ключевых аминокислот, это пролин, лизин и глицин. Можно принимать эти три аминокислоты по отдельности, и есть комплексы, где вы увидите пролин, лизин, глицин. Или пролин, лизин и глицин отдельно добавлять. А можно принимать коллаген. Аминокислоты усваиваются легче, чем коллагеновые препараты. Коллаген АП, например, от California Gold Nutrition. Аминокислоты усваиваются лучше, но есть разница. Коллаген можно принимать на длительной основе, прямо можно на постоянной основе. Аминокислоты, вот так вот избирательно, три аминокислоты, пролин, лизин, глицин, длительно принимать нельзя. Месяц принимаете, если бесконтрольно, если вы не контролируете никаким образом, то вот вы месяц принимаете, месяц, а то и два перерыв, потом опять можете принимать. То есть здесь нельзя принимать изолированные какие-то аминокислоты, бесконтрольно, если только вы не знаете точно, или вы не находитесь под контрольным специалистом, который вам точно говорит, что вот здесь есть дефицит вот в этих аминокислотах, мы их берем. Или уравновешивать какие-то аминокислоты другими. Здесь надо иметь тонкие знания для того, чтобы этим руководить. Поэтому проще коллаген на постоянной основе. Единственное, имейте в виду, что если коллаген вы будете принимать, там обычно пишут, там одна мерная ложка в день, это щат и так далее. Если вы коллаген будете принимать, старайтесь принимать коллаген без гиалуроновой кислоты, потому что это может приводить к отечности. И в первое время восстановление постковидное, это не тот компонент, который нужен. Поэтому лучше брать коллаген, он может быть с добавкой в виде витамина С, небольшое количество, там до 100 мг, это хорошо, витамина С способствует усвоению коллагена. Либо вы можете пропить курс месяц, это гарантированно безопасно будет, месяц пролина, лизина, глицина, а потом перейти на коллаген. То есть не подсаживайтесь на отдельные монокислоты на длительной основе. Если есть гипертоническая болезнь, проявление именно повышения давления, то здесь можно подключить аланин, бета-аланин. Он способствует выработке оксида азота и расслабляет сосуды. И безопасно, в отличие от многих гипотонических препаратов, фармпрепаратов, он снижает тонус сосудов, может быть в комбинации с аргинином, либо чистый аланин. Кстати, бета-аланин используется у многих компаний для женщин, страдающих приливами в предменопаузе, и тоже очень хорошо работает, потому что он снимает вот эту вот вазоконстрикцию, тонус сосудов, когда ночью просыпаются, и вот от этого жара в груди, в голове, аланин для этого используется, чтобы регулировать тонус сосудов. Но если нет повышенного давления, то аланин можно не использовать. Так, пролин, лизин, глицин. Какие есть у них моменты? Значит, принимаем мы их тоже натощак. Коллаген принимают за час до еды, ну полчаса, не ближе. А пролин, лизин, глицин достаточно за 10-15 минут до еды принимать. Вот в этом тоже их большой плюс. Причем можно их разбить. Пролин, лизин принять одним комплексом, а глицин на ночь, например. Потому что если его принимать в высокой дозе, а здесь для регенерации нужны высокие дозы, то он будет у многих способствовать засыпанию. Поэтому здесь, ну там тоже есть свои нюансы по приему, я не буду в них вникать. Сейчас, если вы на глицине начинаете испытывать возбуждение, переходите на коллаген. Здесь потому что можно сейчас углубиться и рассказывать вот про эти нюансы, почему у некоторых глицин вызывает возбуждение. Но здесь еще раз, не нужно никогда через себя переступать. Чувствуете, что что-то идет не так, значит, это обозначило вашу именно ситуацию. Дальше можно разбираться, почему так, но продолжать точно не нужно. Болит, подсасывает над пупком от системных ферментов протеолитических, отменяем протеолитические ферменты, заменяем на другой вид ферментов. Если на глицине у вас, наоборот, бессонница, появляются тонусы, раздражительность, значит, переходим на коллаген, уходим с аминокислот. На коллагене не будет такого эффекта. Это повод для того, чтобы дальше разобраться с этими эффектами. Ничего не бывает случайно, у каждого следствия есть причина. И от нее отмахиваться не надо. Какие есть нюансы еще по глицину? Глицин вообще достаточно популярная аминокислота, но очень она коварная, можно так сказать. Глицин может способствовать камнеобразованию, а в частности появлению оксалатов в моче. У чувствительных людей, особенно у детей, у женщин такого субтильного строения худеньких, такой вата-тип, как в аюрведе называется, может прямо приводить к тому, что царапает мочевыводящие пути оксалаты, которые образуются в почках на фоне приема глицина. То есть он может приводить именно к этой оксалату урии, то есть выделение с мочой оксалатов. На глицине это бывает. Бывает это у тех, у кого есть дефицит магния. Опять-таки, не глицин плохой, а значит человек находится в глубоком дефиците магния. При отсутствии магния в организме, в нужном количестве глицин приводит к выпадению кальция в осадок в виде оксалатов. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, здесь аккуратны. И если это происходит, глицин отменяем, то есть вдруг появляется цистит, то есть человек может не знать, что там оксалаты, не оксалаты, появляется боль при мочеиспускании, и думает, что цистит, застудили, простыли. Сразу мониторьте, если это происходит на фоне приема глицина, вот вы 5 дней, 7 дней принимаете, это появляется. Глицин отменяем, магнийцитрат подключаем, а вообще лучше глицин всегда на фоне магнийцитрата принимать, 300-400 миллиграмм обязательно. И B6 лучше в активной форме, P5P, перед оксал 5 фосфат, в дозе от 25 до 50 миллиграмм. Это ваша страховка от оксалатов, потому что не все знают свой организм дотошно, как мы разбираем на обучении везде вот эти все моменты, все дотошно. Не каждый является хорошим инженером, механиком своего тела. Кто-то живет и живет, и многие вещи как сюрприз возникают. И поэтому, если эти симптомы есть, я специально оговариваю это все. Мы отменяем. А если глицин вводите, себе или ребенку обязательно на фоне магния, B6, доза, вот я уже сказала. Ну и цинк. Цинк – это бустер для коллагена, то есть он помогает, как и витамин С, коллагену этим кирпичикам выстраивать эндотелий сосудов новый. Именно нам нужен синтез коллагена первого типа здесь, и цинк в этом как раз-таки главный помощник. Дозировка для взрослого человека от 15 до 40 миллиграмм в день, если вот именно как бустер коллагена. И если вы не знаете вообще ничего о себе, хорошо бы посмотреть цинк иметь в крови, чтобы какое-то иметь представление о их соотношении. И, ну, стандартная доза 15-40 миллиграмм в день. Не пить его натощак. Его минус в том, что он может давать боли, тошноту и боли в желудке, если принимаете натощак. Его, наоборот, надо после еды. То есть примерно схема может выглядеть у нас таким образом. С утра встали натощак, приняли протеолитические ферменты, первую порцию. Через полчаса после протеолитических ферментов, принимаете или минут через 40, принимать можно лизин, пролин или порцию коллагена, что вы для себя выбрали. С едой принимаете витамин С, рутин. Дальше диасмин, гисперидин и в обед, например, приняли. За 40, опять-таки 60, лучше, минут до ужина принимаете вторую дозу протеолитических ферментов. С едой принимаете в ужин рутин, витамин С, опять-таки. После еды можно принять препараты конского каштана, экстракты. Очень хороший препарат для улучшения циркуляции и, опять-таки, восстановления. Либо боярышник. То есть выбираете, что вам подходит. Конский каштан не влияет так на давление, как боярышник. Либо можно еще семена черной смородины. Есть масло из семян черной смородины, Blackcurrant Seeds Oil на Айхербе. Очень хороший препарат для быстрого восстановления всех слизистых и эндотелий. Это слизистые матки, эндотелий сосудов, слизистые дыхательные системы. То есть он вообще, в принципе, работает со всеми выстилками наших, наших полостей. Слизистые, если вы, допустим, эти паразитарные программы прошли, и желчный находится в таком воспаленном состоянии, тоже он восстанавливает слизистую желчную, слизистую желудка. При гастритах назначается, при дуоденитах. То есть при всех моментах повреждения покровного слова любых полостей. Масло семян черной смородины. Очень широкий у него спектр. И слизистые глаза, в том числе, для восстановления обонятельной функции тоже будет. Но у него есть минус тоже один. У всего есть, понимаете, и плюсы, и минусы. Он повышает капку. Для кого это ни о чем не говорит, он обладает эстрогеновой активностью. К сожалению. Почему оно? Масло. Обладает эстрогеновой активностью. Поэтому если есть еще и эстрогендоминирование, то, к сожалению, мы ограничиваемся коллагеном для восстановления, витамином С, цинком, конским каштаном. Но Black Currant Seed Oils мы не можем использовать масло семян черной смородины, потому что может обострить эстрогендоминирование. И поэтому здесь вот мы ведем себя очень аккуратно. А для всех остальных это вот прямо такая турбо скорость дает постановление очень хорошее. То есть вот мы можем таким образом, вот схему, как я говорила, да, вечером мы можем взять каштан. И вот как раз вот это масло, экстракт из конского каштана и масло семян черной смородины, если мы можем себе позволить. Нет эстрогендоминирования, рутин, витамин С. И перед сном глицин, магний и В6 в активной форме. То есть вот примерно вот такую схему мы можем сделать. Примеры препаратов я дам в сториз завтра в течение дня. А сейчас сразу выложу окошко для того, чтобы вы могли вопросы свои задать. И я на несколько вопросов сейчас поотвечаю. Какой ник в инстаграме? Я вижу здесь Асю, нашего бессменного куратора, помощника и идейного вдохновителя. Сейчас уже такой полноценный член команды, в которую нас входят кураторы, прошедшие первый год обучения годового курса. Надеюсь, туда вольются те, кто сейчас второй год начали изучать. И если Ася здесь получится написать профиль в инстаграм, чтобы людям было проще найти, буду очень благодарна. Команда рядом. Спасибо большое. Полифенолы вместе с концентратом принимать, смешивать. Да, их можно принимать вместе и смешивать. При поврежденной слизистой гастрите и проблемах с желчным, когда лучше принимать полифенолы. Вы можете принимать за 15 минут до еды. Тогда выход, тот желчегонный эффект, который они все равно оказывают в небольшом количестве, он не будет повреждать слизистую, которая у вас, соответственно, да, скомпрометирована, истончена. Поэтому можете минут за 10, за 15 до еды принимать. Не натощак тогда, вот далеко, да, а прямо вот, ну, 10 минут и все, и у вас прием пищи. Панические атаки. Что делать? Панические атаки. Посмотрите, про это много-много у меня информации есть на Ютубе. Посмотрите, пожалуйста. Там я прямо рассказывала конкретно, что происходит, соответственно, чтобы было понятно, что делать. Посмотрите про истощение надпочечников на Ютубе. Все удобно подписано, и тоже примеры препаратов. Там прямо ссылка сразу идет на бесплатный Телеграм-канал, где ничего, в отличие от Инстаграм, не пропадает, сторис не исчезает, и такие наиболее ценные, вот такие полные какие-то эфиры с рекомендациями, сразу с фотографиями препаратов в Телеграм-канал выставляются, и ссылки там на видео идут. То есть можете с Ютуба начать, прийти в Телеграм-канал, можете с Телеграм-канала в Ютуб прийти. Все эти ссылки есть у меня в шапке профиля. А профиль Ася опубликовала. Спасибо большое, Ася. Так, сухая кожа, так, убежала. Можно ли клеточницу пихты детям? Да, конечно, можно. И в инструкции вы у них найдете, как раз-таки, чтобы я сейчас не диктовала, найдете в инструкции дозы для детей. С шести лет смело, но, в принципе, можно и лет с трех, просто дозировка в два раза меньше, чем для шестилетнего ребенка. По каким признакам установить у себя эстрогендоминирование? Очень просто. Я надеюсь, что... Если вы спрашиваете, значит, у вас нет ярких проявлений эстрогендоминирования, к которым относятся многие миомы, не все, но многие. Это появление так называемого эндометриоза, когда ставят, да? Но также к эстрогендоминированию относятся, например, может быть, для вас это привычно, но это ненормально, когда во вторую фазу цикла, за неделю, за две, у кого-то за три дня до месячных, у кого-то за неделю, за две, начинают наливаться молочные железы, болеть грудь, повышается ее чувствительность, размер. Это эстрогендоминирование, просто в более легкой форме. Более тяжелый вариант – это фиброзно-хистозная мастопатия. Так, какие ограничения приема масла черного тмина? Черный тмин, ну, во-первых, желчегонный эффект. Если слизистые повреждены, для некоторых это уже вот проблема. Но я сегодня еще раз подчеркну, говорила о масле из семян черной смородины. Это не масло черного тмина. Зато черный тмин, он хорошо работает и с эстрогендоминированием, кстати, тоже, и с воспалительными процессами, но не все себе могут его позволить при повреждении слизистых ЖКТ, он может давать обострение этих проблем, к сожалению. Надо сначала убирать острый период. Кортизол по слюне, какое считается истощением? Кортизол отдельно по слюне не смотрим, смотрим в четырех точках и вместе с дигидро и опиандостероном, с ДГА. Кортизол надо смотреть вместе с ДГА. И тогда будет понятно, потому что важно это соотношение. И, в принципе, здесь, если у вас кортизол ниже уже средины референса для данного временного интервала, и так вы видите такую картину, допустим, из четырех точек три раза ниже средины референса и один раз он только поднимается выше средины, то это уже говорит как минимум о дисфункции надпочечников, а возможное об истощении уже. Так, ссор черного отмена имеет значение? Да, конечно, если хотите, вы задайте в окошке вопрос, который я сейчас вывешу окошко у тебя в аккаунте, и я покажу тоже на том же Ахербе, как вариант хорошего черного отмена, но можно покупать и в Арабских Эмиратах, у них есть прямо очень достойные варианты. Так, при удаленном желчном можно ли эту схему применять? Да, при удаленном желчном и системные ферменты, и коллаген, или аминокислоты вы можете использовать, и, соответственно, все, что касается противовоспалительной терапии для сосудов, здесь нет никаких противопоказаний. Единственное, что в редких случаях после удаления желчного сохраняется на долгие годы такая спонтанная диарея, но в основном это у людей с такой лобильной нервной системой, классический такой вата-тип, и они знают эту свою особенность, что легко спазмируются протоки печени, и так как нет буфера в виде желчного, то желчь выбрасывается и появляется диарея. Здесь надо быть очень осторожным со всеми горечами, и вот здесь, пожалуй, масло, например, и масляные субстанции, они все будут желчегонным действием обладать. Но коллаген можно, аминокислоты можно, системные ферменты можно, только если это не фаза острого повреждения, там, 12-перстной кишки, допустим, желчный выброс. Витамин С только брать, липосомальный или только содиумаскорбат, они забуферены, и они не дают кислотное действие на слизистую ЖКТ. С рутином аккуратнее, с рутином нередко встречала как раз такие желчегонные эффекты. Тогда, возможно, не рутин брать, а все-таки акцент на конский каштан, диасмин, гисперидин. Так, вопрос. Скользкий вязь не рекомендуете, тоже слизистые. Да, скользкий вязь отличный препарат, особенно если вы его с мастиковой смолой и с солодкой, можно ДГЛ, и еще разжевывать кориандр и фенхель с кинзой, отлично будет заживлять слизистые. Но это слизистые ЖКТ. Это так называемые селективные больше препараты для слизистых ЖКТ. А мы говорим сейчас об эндотелии сосудов. И такого эффекта, как вот то, о чем я сейчас рассказывала, к сожалению, у этих препаратов нет. Они больше селективно на слизистые ЖКТ работают. Но действительно хорошо. Так, а низкий гомоцистеин. Вопрос также, есть ли камни в желчном? Так, давайте последний вопрос. Если есть камни в желчном, ничего здесь такого мощного желчегонного нет, пожалуй, кроме масла и семян черной смородины. И, пожалуй, вот все. Остальное все достаточно комфортное и можно использовать. Я вас благодарю за ваше время. Спасибо вам, что вы посвятили свои полтора часа своего времени этой теме. Я надеюсь, что вы сможете в дальнейшем использовать эту информацию для блага, на здоровье ваше, на здоровье вашей семьи. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы это осталось только в теории у вас и никогда не пришлось бы применять. И пусть так и будет. Но если сейчас кто-то находится в ситуации, когда все-таки надо помогать себе, то пусть эта информация максимально эффективна и быстро восстановит ваше здоровье. И знание, знание, сила. Рада буду, если и остальная моя информация вам пригодится. Стараюсь много такого выкладывать. Я плохо делаю сторис, не бываю часто в соцсетях. Но все, когда я выхожу в эфир, я стараюсь делать максимально насыщенной информацией и потом эту информацию выкладываю на YouTube, Instagram, TV или оформляю в виде поста так, чтобы оставалось. Есть отдельный аккаунт-ассистенты, куда оформляется сторис. Если они ценные и полезные, они уходят в этот аккаунт в виде постов. Спасибо вам большое! Продолжение следует...